Для одних спасение, для других – неподъемная ноша. Рост цен на проезд – вынужденная мера. Об этом сообщают городские перевозчики. Себестоимость тарифа формируется, исходя из сопутствующих затрат. За год рост цены бензин, запчасти и подвижной состав превысил показатели 2020 года почти в 2,5 раза. Сказалось, изнижение выручки. Большинство маршрутов закрыли. По Лениной и Железной дивизии теперь можно передвигаться только на электротранспорте, то есть трамваях. Это привело к оттоку водителей. Соответственно, если нет доходов, вы сами понимаете, на какие деньги можно обновлять подвижной состав. Сейчас бензин подорожал почти на 15%. Тариф пока еще делится в рамках 22-23 рубля на проезд. Сейчас предлагают повысить заработную плату до 45 тысяч водителям. Это, представляете, если посчитать, проезд в Ульяновске должен минимум быть 50 рублей. А спорить решение перевозчиков городская администрация пока не в силах. Большинство водителей ездят по нерегулируемому тарифу и сами строят ценовую политику. Взять их под крыло чиновники тоже не могут. Слишком затратно. Одна маршрутка обойдется городской казне почти в миллион рублей. Но, как отметил глава города в соцсетях, борьба за справедливость все-таки состоится. Я с этой позиции категорически не согласен и считаю такой рост цены необоснованным. Экономические расчеты показывают, что тариф на разовую поездку сегодня не может быть выше 25 рублей. В случае категорического несогласия перевозчиков будем отправлять такое повышение стоимости проезда в самых разных инстанциях, включая Федеральную антимонопольную службу. Несогласны и сами пассажиры. У пенсионеров каждая копеечка на счету. Пенсия осталась та же, а платить приходится больше. Аналогичная ситуация и с работающим населением. Если раньше вопрос экономии поднимался лишь у прилавков в магазине, то теперь еще и на остановках. Если я за Волгу трачу 25 рублей в один конец, я буду тратить, значит, их с лишним. Последние лет 10 поднимали максимум на 2 рубля. То есть, раньше, я помню, еще 16 стоил, а сейчас уже 22. А это и 30 будет и так далее. И раньше стоили по 20, это было очень удобно набирать, все дела, а сейчас неудобно. А вот в Ульяновске на жителях, на кошельках как-то скажется отрицательно? Не думаю, что сильно отрицательно скажется, но ничего хорошего нет. Конечно, дорого. Я пенсионерка. Пенсия маленькая, конечно, дорого. А для Ульяновска вот это вообще сильный скачок, считаете, в цене? Ну, я считаю, да, потому что у нас уровень жизни у людей-то низкий, зарплаты низкие, пенсии маленькие. И поднять сразу резко транспортные вот эти все расходы, ну, это, конечно, дорого. Сейчас общественный транспорт работает буквально в убыток. Себестоимость проезда значительно выше фактической стоимости одной поездки. Это касается и электротранспорта. Цена на электричество за 2021 год выросла на 5%. Руководство МУП «Ульяновска Электротранс» всеми силами пытается сдерживать цены на проезд. По крайней мере, в этом году. Предприятие вышло с инициативой к администрации города Ульяновска с тем, чтобы стоимость проезда в городском наземном электрическом транспорте в 2022 году изменилась. За наличный проезд она будет составлять 25 рублей, за безналичный расчет 22 рубля. Стоимость запасных частей, стоимость электроэнергии, ремонт масла и смазки увеличивается в 2-3 раза. Предприятие просто вынуждено пойти на повышение стоимости проезда в городском наземном электрическом транспорте. Примет администрация поправки или нет, пока неизвестно. Сейчас стоимость проезда на общественном транспорте в Ульяновске ниже, чем в городах-соседях. Например, в Казани одна поездка обойдется в 27-30 рублей, в Самаре – 29, в Тольятти – 28. И это без учета аналогичного подорожания тарифа.